Прогульщица. Ты опять нашла денежку. Ты как корабль прям. Нашли ли мы дом? Ты пройёшься в зеркало? Нет. Всем привет, ребята, доброе утро. Доброе утро? Нет. Доброе утро! Бонни тоже привет. Доброе утро! Вот у нас кто тут лежит. Бонни Томя. Прогульщица. Сказала она мне вчера, мам, я не пойду завтра в школу. Утром здесь жарко, конечно. Солнышко прям. Вот эта вот штука, вот этот ТЭН, он не защищает. Она через вот эти щели солнца проходит. Проходит солнечные лучи. Маргоша сегодня осталась дома. Попросилась она остаться дома, что у него. Животик её беспокоит. Ксюша, конечно, как вчера. Почему? Я тоже хочу дома остаться. Ксюша, кстати, тоже часто дома оставалась. При малейшем, там, что-то где-то голова болит. Плохо себя чувствует. Я, в принципе, дома оставляю. Сегодня нет никаких тестов. Ничего нет. Так что оставила её дома полежать немножко. Она только недавно, кстати, проснулась. Время у нас 10. Ой, да время 11. А ты встала в 10, да? Она где-то в 10 часов встала. Вертолёт летит. Вот, скоро придут детишки. А мы ещё не завтракали, между прочим. Нужно готовить обед. Нет, травку мы не будем косить, потому что трава сыраем. Газонокосилка забивается. Нам нужно подождать хотя бы дня 3-4, чтобы солнышко высушило травку, газон. И тогда можно подстригать. Лежит деловая этот. Загорает. А я монтирую влог. Вчера, что мне не захотелось. Я вчера устала. Пораньше спать легла. Поэтому монтирую сейчас. Вчера все дела переделала. И не знаю, чем мне сегодня заняться. Чем мне сегодня заняться? Может быть, сегодня выходной. Остроите спать. Она сегодня лежит целый день. Ничего не делает. Мне нужно за Максом идти в 3. Пол-третьего. Пол-третьего уже? Пол-часика. Еще пол-часика. Приду за Максом. Надеюсь, на эти выходные будет хорошая погода. Хотим съездить в одно место. Красивое я нашла место. Да, в другой город. Ну, недалеко. Часа полтора. Вот, очень красивое место нашла. Хочу туда съездить. Да, я думаю, что... Ну, если будет хорошая погода, можно даже скупаться. Там озеро очень красивое. Горы, озеро. Вроде передают хорошую погоду. 26 градусов. Ну, замечательно. Можно купаться в 26 градусов. Вообще-то мне нужно на кухне убирать. А потом можно отдыхать. Бонни в комнате. А он не тут? Нет. Бонни здесь. Под кроватью где-то. А, вот моя. Пусть лежит там. Пошли. Каролина, жарко. Иди одень футболку. Ну, иди футболочку надень. О, мне еще постирать надо. Вот, что надо. Я вчера поменяла постельное белье. Нужно постирать. Ну, какой? В какой футболочку? Я же тебе достала футболки. Где они? Вот здесь футболки у тебя были. Ну, что ты все вот переворотила? Тут ничего. Я тебе достала футболки, Каролина. Где они? Вот футболочка. Вот моя работа. Мы же пообедали. Буду убирать на кухне. Мне нужно вытащить посуду, которая уже помылась. Субтитры сделал DimaTorzok Лежит, загорает. Я тебя ищу. Кричу по всей квартире. Она здесь лежит. Как у тебя живот? Нормально? Тоже полежать, что ли? Я уже кухню помыла. Все сделала. Можешь чуть-чуть подвинуть свой лежачок? Я свой поставлю. Чуть-чуть. Вдвоем поместимся. Полежим. Позагораем. Я тебя зажила уже. Эта вот бородавка, которую она прижигает. Да, она жжет. Только я тебе сама сделаю, потому что ты попала на кожу. Ты себе кожу прижила. Я не специально. Потому что вот эти ваточки, которые были в упаковке, они сильно намокают. Ну вот я тебе сама сделаю. Гулять идем? Да. Да? Пойдемте. Мама, это маленькая. Что? Эти дыбель. Я буду вот так. Тискала. Аккуратненько только поставь. Твоя трасс. Ты тоже на великой? Нет, но скейтборд едет внизу. А, ну да, точно. Скейтборд. Или мячик. Скейтборд или мячик. Давайте катайся у вас полчасика. Катайтесь и домой. Давай я помогу, я тебе за руку буду держать. Ну конечно, надо вот так. Ну. Надо равновесие держать. А я не умею. Молчись. Пока не будешь пробовать, не научишься. Нет, я на видео снимаю. Мам! Все. Два, два, три. Ты как корабль прям. Слушай, опять нашла денежку. Повезло. Сколько ты в последний раз нашла? Пятьдесят. Пятьдесят? Ну сейчас двадцать. А ну там не было. Да. Но магазин уже закрыт. Да. Мы ждали, мы сидели. Мы думали, если кто-то вернется, то вернем. Но никого нет. Все, пошли. Домой. Да? Готовишься, Ксюша готовится к экзамену. По какому? Английскому. По английскому. Давай. Тебе нужно слова учить? Вот это надо учить. Угу. Потом еще вот это. Мон. Да. И потом еще вот эти вот слова. Например, как вот это называется, это я не знаю. Ну так учи. Я захотела кип-фали. I don't want to eat. На, учи. Не хочу. Учи. Нет. Ты готова завтра? У тебя завтра тоже тест? По какому? По английскому. По английскому тоже? Я только английский не умею оботевать. Я умею. Ты любишь математику? Да. Ну, это хорошо. Тебе нужно голову побыть. Жирные волосы. Завтра. Когда мы учили, когда я готовилась к экзамену или к чему-то, что перед экзаменом нельзя мыть голову. Чтобы смоешь все это, все свои, все, что ты учила. Это вот так вот. Мыть голову. Ну, такие, как сказать, суеверия. Вернись на землю. Ты где? Эй. Вот. И мы это. Перед экзаменами я никогда не мыла голову, чтобы не смыть все свои знания. Лучше идти с грязной головой, да? Под каждым нашим видео вы спрашиваете, нашли ли мы дом. Я уже говорила, повторюсь еще раз. Сейчас мы ищем дома, но мы не можем сейчас взять в аренду какой-то дом, потому что мы же пока не уезжаем. Если мы сейчас договоримся, возьмем дом в аренду, то нам придется платить. Если мы пока еще здесь находимся, зачем нам платить здесь за квартиру, плюс еще там за дом. Как только мы уже будем готовы переехать, будем знать число, и где-то, может быть, за недели две-три мы уже можем звонить хозяину, ехать смотреть, договариваться, и тогда уже брать в аренду дома. Сейчас смысла просто нет. Брать вот сейчас именно, да, и придется платить, потому что нам никто просто так как бы дом не отдаст, потому что очень много желающих на дома, и им нужно вот прям вот сдал дом и платить. Я каждый день ищу дома, выбираю, отмечаю, сохраняю, когда подойдет время, и тогда мы будем звонить, договариваться и смотреть. Вот, так что мы ищем, ребят. Уже, наверное, я потеряла домов, наверное, пять, которых я отмечала, которые нам понравились, и их уже сдали. Так что, как только подойдет время к переезду, за две, за три недели до, мы уже будем договариваться, и тогда я уже скажу, взяли мы дом или нет. Пока нет. Сейчас июнь месяц, в июне месяце мы точно не будем брать. Уже в июле, где-то ближе к середине, тогда мы уже будем точно определяться. Что она там делает? Собака. Все, закончила? А? Пойдем домой. Бонни. Все никак не могу привыкнуть, что сейчас темнеет поздно. Уже дети спать собираются, уже девять часов. Вот как можно так зубы чистить, ты не знаешь, вот так вот как вот? Вот как можно зубной пастой ляпать вот это стекло? Мы же вот так вратами выплюем. Это вот кто-то выплевывает прямо на стекло, на зеркало. Я не понимаю просто. Это нужно как-то специально делать, что ли. Это ты делаешь? Это ты плюешься в зеркало? Нет. Да, я видела. Нет. Да, вот это ты плюешься. Я же не делаю, я всегда вот так. Да я шучу. Иди сюда. Иди сюда. Иди колесо сделай, Макс. Умеешь колесо делать? Что это? Вот как Ксюша. Видишь? Ксюша научилась. Стоп! Вон, Бонька выбежала сразу. Боня, чика, чувава, чика. Давай, давай, пинай. Давай, пинай. Раз, два, три. Я попал как раз на Бонючку. Это не моя пила, потом еще такой. А на руках стоять? Умеешь на руках стоять? Каролина, ты уроки сделала? Мы уже с Максом сделали уроки, а ты? Я хочу это сделать. Нет, это не твои уроки. Ты делай свои уроки. Сделала ты? Нету. Точно нет? Не будет потом утром? В прошлый раз ты мне сказала, что у тебя нет уроков, а потом утром ты делала с папой вместе. Точно нет? Может, проверишь? Нет. Ну, смотри. Вот, послушный ребенок. Уже спать легла. Уже девять часов. Может, тебе закрыть, Желези? Нет. Нет, оставить открытыми. Ксюша уже в кровати. Да ладно? Нет, смотри. Все, выключаем телефончики. Молодцы какие. Мам, Рики, Рики. Рики. Он ушла. Не он ушла, а он ушел. А он ушел. Да, ушла эта девочка, она ушла. А я не ушел. А он ушел. Смотрите, ребят, как вы думаете, что это такое? Это очередное приглашение для Каролины. Вы будете смеяться на день рождения. Представляете? Еще одно приглашение. Вот у нее одно приглашение лежит. Это вот день рождения мальчика, одноклассника на 18 июня. Сегодня ей дали еще одно приглашение, тоже на 18 июня. В одно и то же время. Один именинник, второй именинник. День рождения в разных местах. Как быть? К какому мальчику пойдешь? Силон. Как их зовут-то? Вот как теперь нам быть? И там, и там тебя пригласили. А как твои одноклассники пойдут тоже? Это все одноклассники приглашают. Получается. Сколько там вас в классе? Человек 10? Их человек 10 в классе. И получается, мне интересно, как дети пойдут, к кому пойдут. А если получится так, что дети захотят пойти к одному мальчику, а к другому нет. И тогда другой останется вообще без никого. Нужно как-то, не знаю. Ну давай на сыну, а на другой нет. Ну я, ну а другой обидно же ему будет. Можно с другой мальчик, а потом с другой. Потому что здесь время одно и то же. 18 июня в 2 часа до 5. И здесь тоже 18 июня с 2 часов до 5. Вот. Вот как. Мы сегодня не сняли же с тобой видео. Ой, да. Мы сегодня хотели вообще-то снять с ней видео, как она будет собирать сумки в свои в лагерь. Все, мы пошли капать глазки. Всем пока. Спокойной ночи. До завтра. Всем пока. Пока-пока.